Пан Райнер, может быть, вы теперь сойдёте к нам? Ну, что же вы? Да. Ну, что же такое? Надеюсь, вы на нас не обиделись? Ну, пожалуйста, сюда, пан Райнер. Ну, зачем же вы так? Неужели вы хотите, чтобы дама вас приглашала дважды? Пан Хмелик, пожалуйста, помогите пану Райнеру. Ну, слушаюсь, пан Райнер, не трогайте моего будильника, ваше дело чай. Беспокойтесь, беспокойтесь, всё будет в порядке, беспокойтесь. Особое разрешение, из чего вы думали? Что вы думаете, что я сумасшедший, не так ли? Что? Что? Ну, я-то знаю, что вы думаете. Иногда я и сам так думаю. Мне не повезло, что я вообще думаю. Иной раз даже больно. Но не здесь, как можно было бы ожидать, а вот тут. Ну, например, этот полицейский. Он меня сюда тащил через весь город. Лез из кожи вон, только чтобы я не взобрался на эту башню. Но за всё это время так и не спросил, зачем я туда полез. Вот таким людям всегда всё ясно. До них я старый сумасшедший точка. Тронутый старик, вызывающий всех возмущение. Ну, почему же вы сами-то ему об этом не сказали? Да, да, и что же, и он бы эти башенные часы положил прямо к моим ногам. Так, что ли, да? Да разве может его интересовать какой-то чокнутый старик? Чего мне было ждать от него, если даже вы вот уже несколько лет прячете от меня все часы? Боитесь за них? Нет, я ценю и уважаю вашу профессию. Он ценит мою профессию, а сам прячет от меня все часы, забавно. Просто мы не хотели, чтобы эти часы отвлекали вас от нашего общества. Вот если бы в своё время вы потерпели бы ещё несколько месяцев, мне это действительно бы удалось. Вам это не удавалось. Вы сидели среди нас, но были не с нами. Нет, удавалось. Однажды в мастерской я добился своего. Всё-таки согласовал. Ход шести часов тютелька в тютельку до десятой доли секунды. Правда, ушло момент почти четыре года, но в конце концов я добился. Никогда, никогда не понимал, почему вы так об этом заботитесь. Не вижу в этом никакого смысла. Не всё ли равно. Секунды и раньше, секунды и позже. Ну, а чего ж от непонятного? Всё дело в принципе. Один император, как же его звали, кажется, Максимилиан, так он столько времени этого добивался, что под конец совсем тронулся. Понимаете? Он спросил себя, как же можно управлять действиями миллионов людей, если он бессилен согласовать между собой две дюжины самых обыкновенных часов. Вот тут он и споткнулся. Понимаете? Я говорю вам, всё дело в принципе. А если все часы на свете будут тикать друг другу в такт, так, секунду в секунду, вы думаете, людям от этого будет лучше? Ну, уж не знаю, лучше или хуже, но что-нибудь от этого изменится. Странная мысль. Сейчас у одних часы отстают, у других спешат, у третьих вовсе останавливаются. Вы говорите, что император на этом спятил? Да. Ну, по крайней мере, так утверждают историки. Ну, мы не хотим, чтобы вы с ума сошли. Да, не беспокойтесь. Он всего лишь император, а я часовщик. Пан Райнер внезапно открывает шкаф со спрятанными часами. Обращается к кабелю. Вот смотрите, вот что вы делаете. А дело в том, что мы с вами выпили целую цистерну чая, и вы до сих пор меня не понимаете, ведете себя словно маленький мальчик. А ведь вы человек, который мог бы стать космонавтом. Бог мой, пан Райнер, ну что же вы? Ведь мы же условились. Ах, а вы все выболтали, тоже мне конспиратор. Часовщик не мог подождать одной минуточки. Ну, да, да. А как же к космонавте здесь идет речь? Да. О каком? Да вот об этом. В течение сорока шести лет пан Абель поднимался каждый день на четвертый или даже на восьмой этаж. Ну, приблизительно по одному рейсу каждые четыре минуты. Я взял на себя труд все подсчитать. Все. Вычил за сорок шесть лет все воскресенья, по пятьдесят два воскресенья в год, праздничные дни, двухнедельные отпуска, и получилась фантастическая высота. Пан Абель, за эти годы вы преодолели расстояние от Земли до Луны. Это же невероятно. Ну, и тем не менее, это уже произошло. А расстояние, на самом деле, вышло побольше. Вот когда на эту высоту поднялись другие, у всего мира от удивления перехватило дыхание. Вот назовите их имена здесь или, не знаю, в Центральной Африке. Повсюду знают этих славных парней за короткое время, долетевших до Луны. И нет ничего удивительного, что за сорок шесть лет честной работы наш пан Абель поднялся даже еще и повыше. Значит, я вполне могу считаться космонавтом. Если к одной маленькой высоте прибавить другую маленькую высоту. И так, каждый день по несколько раз в день, то можно добраться до Луны. Значит, можно подняться на такую высоту. Как же мне самому не приходило это в голову. А не выпить ли нам токайского? Ну, конечно. Конечно. Еще минуточку. Будьте моими дорогими гостями. Нет, нет, нет. Что? Сегодня мы пьем из рубиновых. О, мать. На. Разрешите? Так. Разрешите? Поздравляю. Ладно. Поздравляю. За нашего дорогого космонавта. За наши звездные мгновения. За бледную луну. За жизнь погибшую в шахте лифта. За жизнь погибшую в шахте лифта. Грустный тост. Не правда ли? Скромные жизненные итоги. Но так ли это, если наши герои, забытая актриса, бывший лифтер, бывший рассыльный из отеля, бывший часовщик, были настоящими мастерами в своем деле? И остались настоящими людьми. Не потеряли самое бесценное человеческое достоинство. Уважение друг к другу. Любовь к жизни. Любовь к 나еве. Любовь. Любовь. Любовь.